Вы на канале Эвальдор, и сегодня поговорим о том, что делать после того, как ты окончил технику. Я столкнулась с такой проблемой два года назад, и три месяца я просто сидела в непонятках, я сидела в слезах, да, я не знала, куда пойти в институт или на работу. Ну, от родственников приходили предложения, типа, иди в институт, и я не пошла. Я хотела, я была в растерянности, я плакала, но я не пошла, потому что я не успела подать документы, я слишком долго думала. Так сложилось, что первый год мне пришлось устроиться на работу, потому что в институт я не пошла, и мне повезло, по случайности я нашла вакансию на Авито помощником руководителя. Там я отработала... Сначала я отучилась с техникуми на рекламного агента, потом я отработала помощником руководителя ровно девять месяцев. В агентстве по рекламе. Так я набрала какой-то скилл, опыт работы в том, чтобы создавать рекламу, делать рекламу. У меня он был, но там я его, можно сказать, закрепила, я научилась прямо-таки запускать таргет и вести СММ для бизнеса, а также писать статьи. Потом, спустя время, я уволилась, потому что я достаточно был меланхоличный человек, и я не знаю, что там было не так. По идее, если со стороны на меня можно было посмотреть, то всё было прекрасно, всё было идеально, идеальные условия, идеальная обстановка. Там действительно всё было хорошо, но почему-то психологически мне было там некомфортно. Я оттуда ушла, и я снова впала в такой небольшой кризис, когда я не знала, что делать, я не знала, куда пойти, я не знаю, кем я хочу быть. И у меня снова как будто я вернулась назад, и я снова решала между тем, чтобы пойти на следующую работу или пойти в институт. Это было лето, когда я бросила работу в прошлом. И я снова сидела в непонятке где-то месяц. Можно сказать, что после девяти месяцев работы я взяла себе небольшой отпуск в размере месяца. И вот я сидела, думала, рефлексировала. И потом я всё-таки решила найти работу, потому что я не знала, что я хочу. Так вышло, что я устроилась на новую работу, и я устроилась в юридическую компанию, где я занималась продвижением этой компании, продвижением бизнеса. Я занималась тем же самым, что я делала на прошлой работе, только теперь у меня было больше полномочий, включая в деле рекламы. Если на прошлом месте работы я занималась тем, что я выполняла поручения руководителя, то здесь я полностью отвечала за рекламу и занималась таргетом, ведением социальных сетей, запуском Яндекса. Я не могу сказать, что все мои рекламные инициативы были успешны, но я набиралась опыта, и руководитель одобрял мою инициативу, и что я учусь. Он это понимал и поддерживал в том плане, что нанимал каких-то людей, специалистов, которые оценивали, что я делала, и указывали на ошибки, которые я могла бы была исправить. Подводя итоги, что делать после того, как ты закончил технику или институт? Могу точно сказать, что ты попадёшь в кризис, потому что ты не знаешь кто ты, ты не знаешь, что ты хочешь. Ну, зачастую так происходит у большинства людей. И в этот момент есть очень большая вероятность, что можно попасть на какие-нибудь рабочие места по типу пойти в кафе работать, или на какие-то не самые приятные и не самые высокооплачиваемые должности. Здесь стоит сделать упор на том, чтобы ты набирался навыка, но и чтобы условия всё-таки были адекватные, потому что ты можешь очень сильно занизить свою планку и пойти работать официантом, где тебя будут просто чморить какие-то люди. Или ты можешь найти какую-то работу не совсем приятную, например, пойти на какой-нибудь склад или в пятёрочку, где ты по факту можешь, очень рискуешь потратить время, где большого опыта ты особо и не наберёшься. Но именно в этом коллективе социальном, где люди не ориентированы на результаты, не ориентированы на то, чтобы как-то выжить и как-то прожить и заработать денег. После окончания техникума или института следует найти такие места и такие работы, где люди ориентированы на рост и на заработок денег, потому что в обратном случае ты будешь считывать этот образ жизни, и он может отразиться на твоём будущем, на твоём построении будущего. Поэтому это достаточно важный момент. Таким образом, стоит обратить внимание на окружение при выборе рабочего места. Не могу сказать, что при выборе рабочего места тебе стоит обращать внимание на зарплату, потому что зачастую высокие заработные планки гарантируют высокий уровень стресса или вроде того. Но следует обратить внимание, как на твоей работе будут относиться к тому, что... К твоей инициативе в рабочем состоянии. К твоей инициативе в том, чтобы ты обучался и много зарабатывал. Если ты будешь позиционировать себя как человек, который хочет зарабатывать, который хочет приносить этому бизнесу прибыль, тебе поднимут зарплату даже, если ты начинаешь с 20 тысяч. Допустим, с 20 тысяч. Я когда искала вакансии, листала, там минимальный порог был... Это 20 тысяч. 20 тысяч и больше. И дальше я выходила на больший заработок за счёт того, что я просто делала, что от меня требовалось, и делала, наверное, это хорошо, чтобы руководителю, который меня нанимал, ему это нравилось. Так мне поднимали потихоньку зарплату. В дальнейшем это сработает тем, что ты будешь набирать скилл, и тебе будут поднимать зарплату за то, что у тебя есть опыт работы, и ты как-то можешь принести денег своему нанимателю. В основном весь твой заработок строится на том, будет строиться на том, что ты будешь приносить человеку, который тебя нанял, деньги. Если ты не умеешь приносить, если ты не умеешь приносить деньги бизнесу, то зачем-то нужно тебе будут просто платить за то, что ты выполняешь какие-то рутинные задачи. Таким образом стоит обратить внимание на то, чтобы был коллектив, который заряжен на результат, и чтобы была возможность карьерного роста. Чтобы ты на этом месте работы сумел заработать навыки и зарядиться тем, что ты делаешь. Также не нужно занижать свою планку в том плане, что ты этого не достоин. Например, ты не достоин работать в каком-то крутом месте, очень хорошем, в каком-нибудь крутом рекламном агентстве. В самом начале следует рискнуть, следует очень сильно рисковать и кидать заявки, или как минимум откликаться на те места, где тебя, возможно, не примут, но такая вероятность есть. Нет четкого критерия, почему тебя могут нанять или могут не нанять. Это просто дело случая. Так что просто кидай заявки во все места, и где-то тебе может просто повезти. Продолжение следует...